А сейчас о важном для каждого из нас. Названы регионы самой грязной питьевой водой. Список Роспотребнадзора возглавили Вологодская, Костромская области и Карачаево-Черкесская республика. В минувшем году 100% населения получало качественную питьевую воду только в Москве, Санкт-Петербурге и республике Северная Осетия Алания. Ранее Роспотребнадзор включал в этот список и Алтай. Тверская область находится в середине списка. В антирейтинг не входит, но и в число регионов с самой чистой водой тоже не входит. А как оценивают качество водоснабжения сами жители Верхневолжья и какую воду предпочитают использовать в технических целях, а какую употреблять в качестве питьевой? Этой теме мы посвятили наш следующий репортаж. Эксперты уверены, от качества воды зависит здоровье и продолжительность жизни человека. Это бесспорный факт, о котором хорошо знают жители областной столицы. Однако, к сожалению, магистральные подводящие водоводы в Твери пока находятся в сильно изношенном состоянии. Почти 90% из них нуждаются в капитальном ремонте. Но благодаря проекту «Чистая вода» уже удалось уложить без малого 5 километров нового трубопровода большого диаметра. Полное завершение этих работ в ближайшее время позволит качественно улучшить водоснабжение большей части жилых домов и социальных объектов города. А пока большинство горожан стараются как минимум устанавливать современные очистные системы у себя дома или покупать питьевую бутилированную воду, о чем свидетельствуют результаты опроса нашей съемочной группы, проведенного на улицах Твери. Мы с Васильевского МХА у нас очень много проблем с этим. Ее пить невозможно. Она пахнет канализацией, вода цвета, ну, как квас, иногда бывает прям со шметками. Видео очень много. У нас сайт поселка, и там все выложено. У каждого дома стоят в квартирах фильтры. Мне помогает. Фильтры стоят, но так, для питья я пользуюсь покупной. Ну, есть фильтр такой, который немножко от железа, а так вот нормально. Осадка особого нету. Вот я в ванночку наливаю, трехлитровую, нормально. Фильтры, конечно, есть, но проблемы время от времени, конечно, возникают. Может быть, пару раз в год. Это у всех, я думаю, бывает, когда после того, как перебои возникают, какое-то время, один день, конечно, течет вот такая вода. Для мытья устраивает, ну, для питья приходится очищать. Для ребенка покупаем питьевую воду. Требования к качеству питьевой воды растут. Это значит, что кроме основных показателей качества воды, потребители интересуют ее вкус и место производства. Этим объясняется возрастающий интерес к действительно чистой, полезной родниковой питьевой воде. Многие жители Верхневолжи давно наслышаны, например, про легендарный Аковецкий источник, который находится в Сележаровском районе Тверской области. Вода под брендом 8.2 имеет уникальные характеристики. Вода 8.2 компания Аковцы имеет уникальный природный состав. И, конечно, PH равный 8, 8,5. Целебно-химический состав сбалансированный самой природой. Качество и польза этой воды подтверждены анализами Роспотребнадзора и крупнейших лабораторий. Такой уникальный природный уровень PH встречается крайне редко и ценится во всем мире. Слабая щелочная вода замедляет процессы старения и появления заболеваний возрастного характера, тонизирует организм и наполняет его энергией, очищает от шлаков и токсинов, защищает кожу, поддерживает работу сердца и сосудов, улучшает спортивные достижения. Идеальное соотношение кальция и магния наряду с пониженным содержанием натрия – еще две причины, по которым природная столовая вода ковецкого источника может быть признана лучшим выбором для организма и незаменимым союзником в борьбе с токсинами. Сегодня производственная компания «Оковцы» не только помогает монастырю Нилова пустынь. Тверской епархии является поставщиком питьевой воды в лучшие рестораны и государственные учреждения Москвы и Твери. Например, в периоды летней жары компания организует резервное снабжение чисто питьевой водой жителей деревни Оковцы, где и находится источник. Словом, компания «Оковцы» сегодня один из самых ярких примеров социально-ответственного бизнеса. Неравнодушные люди, объединившиеся ради благой цели, готовы делиться своим милосердием с другими людьми, помогать им и оберегать их.